курвазье всоп так уже немного осталось бутылка чумаза потому что ее любят когда мы выпустили видео про ахтамар я его там сравнил с французскими всопами и мне многие писали не сравнивай ахтамар с французами потому что ахтамар круче и в общем мучился я мучился этим но не было у меня тогда vsop под рукой чтобы сравнить с ахтамаром и я его купил приобретен он был в середине августа сразу же открыт и вот можно сравнить с ахтамаром который был приобретен в середине не не приобретен который был открыт в середине июня вот 05 ахтамара а вот 07 курвазье всоп ну в принципе видно что мне больше нравится и так курвазье всоп коньяк из той самой коньячной четверки великой насколько я помню этот коньячный дом самый молодой из них в общем я влюбился это это просто песня а не коньяк мне очень нравится у него крышечка фиолетовая фиолетовая пластмассовая крышка вот вот так день видела фиолетовую крышку на коньяке нет я тоже может кто-то подражать или только разве что но я не видела но они сами подражают смотри бутылка она явно сперта со старого кёнигсберга явно катались них то французы я его просто обожаю не знаю это это песня какая-то тебе тоже в общем к начинаешь знакомиться с коньяком французским обычно с чего люди начинают знакомиться с хеннесси да ну вот и я в принципе начинал к это с хеннесси один из первых французов что я пробовал это был хеннесси всоп ну и как и были ощущения приятный хороший коньяк стоит дофига 2 эффекта не было просто хороший просто приятный типа было вкусно больше не куплю я думал это будет что-то вроде но нет он просто убивает запахом в хорошем смысле этого слова первое что слышно в аромате причем очень сильно когда еще открываешь бутылку к наливаешь коньяк это сливочная ириска и курага вот такая может быть даже сушеные персики вот сушеные абрикосы сушеные персики и сливочная ириска это основной очень яркий тон и вон такой классный блин потом молочный шоколад изюм яблочко кожа вау я реально влюбился ну и орех я только не пойму грецкий или миндаль грецкий миндаль цвет у него такой темнее чем соломенный вот темнее соломенного это какой пары жилые травы в общем он не темно такой светлый в какую-то вот желтизну зеленцу да вот чего-то такого то есть в нем нет красноты да он такой желтый вот желтый основной тон даже с легкой зеленцой какой-то пробую он жгучий такой ядреный для меня это не является минусом и общились гинку люблю мало того я еще и чаще люблю вот поэтому для меня жгучесть минусом не является он такой вот ударе чего такое из-за этой жгучести конечно вкус разбирать довольно сложно целом ореховый вкус такой до послевкусие ореховая до горькая шоколадка орех вот кураги ты нет во вкусе до дубовая кремовость орехи горький шоколад после вкусе орехи и шоколад горький да в общем очень ароматный просто мега ароматный это один из самых ароматных коньяков что я пробовал у него запах круче гораздо чем вкус да у него запах просто вот вот у него запах это это один из лучших коньяков просто да по запаху а вкус жгучее орехово все он не вызывает таких визуальных ассоциаций сильных как на ире например ну да но при этом он очень приятный но у него аромат просто просто сногсшибательный просто вот нюхал бы и нюхал в те времена когда я купил ахтамар его не было в красном и белом и мне в том числе писали что некорректно ты сравниваешь цены на французов из красного и белого а ахтамар берешь из алкотеки такая недешевая сеть у нас но теперь и этот коньяк и этот коньяк стоят в красном и белом теперь когда они стоят на одной полке с разницей в 400 рублей можно сравнить и понять ну есть между ними разница в 400 рублей давай попробуем 400 рублей если смотреть про какой-нибудь крутейший коньяк атамал если смотреть с другой стороны у нас средние крутости коньяки это прям целая бутылка не очень крутого коньяка ну да 400 рублей это это фанагория в скидочный период это бренди кизлярский марочный это в конце концов армянская крепость ну это съедобно коньяковку и так сравниваем автомар минимальный срок выдержки дистиллята в 6 лет максимальный 27 звучит круто хоть и не совпадает с десяткой нарисованной на этикетке курвазье тут интересный момент на бутылке написано минимальный срок выдержки 4 года а на сайте написано срок выдержки дистиллята входящих в купаж данного коньяка 5-10 лет типа на сайте можно писать все что угодно да это всего лишь сайт а на бутылке написать правду поэтому на сайте можно написать 5 лет ну а потом купят тут написано 4 ну уже ж купил тут мелко написано незаметно вот это вот французское вот это вот вот любят они как вежливо сказать немножко обмануть приукрасить прикольно цвет у них практически одинаковый арарат наверное чуть чуть краснее чуть чуть но в принципе очень похожий цвет как в народе принято говорить да жесткость и мягкость вот это мягче это жестче но тут такой аромат тут вот просто ну вот сначала нюхаешь да дерево яблочко тут просто тебя волной захлестывает нет но он настолько ярче не знаю ну мой выбор куровозья точно да да тут табачность яблочность тут шоколад какая то но он гораздо более деревянный гораздо более деревянный ну не знаю вот ощущение ощущение вот это какой то он зажатый да да я попробую в деревяшке в деревянные колодки арестант а француз он такой вот не знаю но какой он классный француз сарашит из бокала гораздо активнее да тут надо так внюхаться да тут сначала после француза као нюхаешь ахтамар табачок ты чувствуешь вот какое то дерево табачок вот ну вот оно такое вот скованное скромный коньяк а это коньяк разлюляй я выберу его однозначно но он и стоит дороже на 400 рублей осталось определить стоит ли 400 рублей да стоит ли платить 400 рублей вот ты бы что предпочла я буду в думчиках пробовать ахтамар в целом вот я уже говорил что он такой коньяк пионер вот у него все стабильно хорошо правильно вот он пахнет усредненным коньяком он на вкус как усредненный коньяк ну знаешь он такой вот хороший добротный классный коньяк а вот это оно вот ну я не знаю я бы не сказала что яблочко это усредненный коньяк кто еще у нас яблочками то пахнет не знаю у него есть свои нюансы он интересный но он такой вот ты сама говорила что он как пионер пионер да есть такой хороший я даже не знаю мне это яблочко очень всегда нравилось поэтому я не могу выбрать а то есть они для тебя на одном уровне вот яблочко очень мне нравится так то есть табачок ну то есть те кто больше нравится француз или армянин хотя он такой армянин уже условный довольно таки это пернорикар ну будем называть его армянином у них такие бокальчики красивые ну да я вот смотрю на этикеточку на логотипчик на бокальчике и сразу мне больше Арарат нравится это действие рекламы не ну бокалы они офигенные конечно я не спорю может быть то пернорикар опять таки с бокалами это влезло скорее всего ну вот я бы даже наверное Арарат выбрала то есть по твоему Арарат лучше ну он солидней да он вот этот он такой легкий какой то безбашенный вот у него такой аромат вот этой кураги я не знаю я обожаю его я просто ну вот заметно да что я его обожаю при условии что этот был куплен на два месяца раньше и это 05 и это 07 на перенюхай еще да я как бы уже нанюхался не он классный он классный я согласен что он классный Арарат он мне понравился теперь он стоит в красном и белом 1600 что то там то есть в принципе уже близко к нормальной цене ну и друг скидочка там короче ты выбираешь его да что то ты после видео про виски начала мне перечить его реально можно с лезгинкой сравнивать по жгучести он он ядреный такой вкусненький как бы вот пока ты мне Арарат не дал понюхать мне казалось отлично все таки Арарат мне нравится и мне кажется что я вот это яблочко табак нигде больше так и не встречала прямо вот такой запах яблоко табак какой-то нитролак не ну я не спорю Арарат хороший Арарат хороший вот ну и допустим десятилетний он то есть придя в красное и белое у тебя в кармане есть вот там две с чем то тебе надо купить бутылку коньяка ты что купишь наверное Арарат а на остальные деньги винишко а я куплю 14 квинт правильно а на остальные деньги винишко не пыль а на остальных а на остальных и винишко винишко у меня это вот я купил вот и тупого